Как оградить подрастающее поколение от дурных примеров и как избежать социального сиротства? Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Напомним, что программа начала свою работу в 2012 году по указу президента РФ. Ключевые ее принципы – обеспечение соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье. На днях президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому период 2018-2027 годов станет в России десятилетием детства. В связи с этим он поручил актуализировать действующие государственные программы и планы мероприятий. Представить инициативные предложения для их реализации на уровне республики и муниципальных образований. Михаил Игнатьев отметил, что в рамках национальной стратегии действий в интересах детей в республике уже сделано немало. Одним из показателей качества проводимой комплексной работы является снижение подростковой преступности. По итогам пяти месяцев этого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в республике уменьшилось на 29%. Без преувеличения можно сказать, что свой вклад в это внесла пропаганда семейных ценностей. Мы в республике практически реализуем социально ориентированную государственную политику по инициативе общественных организаций. И по инициативе разных общественных организаций мы текущие 2017 года объявили годом матери и отца. И много мероприятий сегодня проводим. Это очень важно. Формируется позитивное мнение. Заместитель председателя общественной организации «Союз женщин Чуваши» Нина Глотова рассказала о реализации общественных проектов семейной направленности. В 2016 году российским грандодателем был поддержан проект «Гармония в доме высшей реальности семейного счастья». Благодаря ему по всей республике проходят тематические выставки, концерты, конференции, круглые столы и мастер-классы. Их участниками стали дети и родители. Наши проекты о семье и для семьи. Для работы мы выделили три главные задачи – обучение, традиции, досуг. На координационном совете говорили и о государственной программе «Доступная среда». С 2012 года по 2015 год на ее создание направлено около 20 миллионов рублей. Средства были потрачены на оснащение 16 школ специализированным учебным, компьютерным, реабилитационным оборудованием, создание сенсорных комнат, приобретение подъемников для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом году два детских сада стали обладателями гранта в размере 14 миллионов рублей на организацию консультационных центров для родителей и детей раннего возраста с особыми образовательными потребностями. Важным подспорьем в профилактической работе с детьми стало социально-психологическое тестирование несовершеннолетних. Его результаты заставляют задуматься. Было протестировано более 28 тысяч обучающихся школ и более 4700 студентов первого курса техников и колледжей. Результаты следующие. Среди школьников в зоне риска оказалось 3,8% обучающихся. Среди студентов в зоне риска находится 2,3% первокурсников. По результатам тестирования для молодых людей, попавших в зону риска, разработаны индивидуальные программы реабилитации. Участники же завещания пришли к выводу, что одним из основных инструментов профилактики для таких детей является организация полезного досуга. В настоящее время услугами организации дополнительного образования охвачено 63% обучающихся. Сабина Вишневская, Андрей Спиридонов, Республика.